Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин. Я Борис Марсенкевич. Всем добрый день. Борис Иоанидович, на что надеется Россия, когда весь мир переходит на зеленую энергию? С 2025 года спрос на электроэнергию будут на 90% покрывать зеленые источники – витрильные, солнечной и атомной станции. К такому выводу пришли специалисты Международного энергетического агентства МЭА. Кому нужны будут ужасные нефть и газ, когда кругом строят новые, отличные ветровые и солнечные электростанции и выстраиваются необъятные очереди за электрокарами? Расскажите, пожалуйста. Ну, начать нужно с того, что далеко не всегда мы с Александром Фроловым полностью совпадаем в своих мнениях и выводах, но вот на 100% мы с ним совпадаем в том, что если ты хочешь знать, чего не будет, прочитай прогноз МЭА. Они никогда не ошибаются, они всегда делают прогнозы ошибочными. Под этим бравурным прогнозом, вот в будущем, светлым и так далее. Сообщение совершенно конкретное из небольшой страны – Индийская республика. В этом году Индия начнет эксплуатацию новых угольных электростанций общей мощностью 13,9 гигаватт. Производство угольной энергии в Индии за год выросло на 14,7%. Министерство энергетики Индии планирует добавить как минимум 53,6 гигаватта угольных электростанций в течение следующих восьми лет, заканчивающихся в марте 32 года, в дополнение к 26,4 гигаватт, которые строятся уже в настоящее время. Это по поводу торжества зеленой энергетики, она же климатически зависимая. Да, в перечне есть строительство атомных электростанций, но, как показывает опыт последнего десятилетия, реально строительством, реакторостроением способны заниматься считанные компании, и бывшая большая атомная тройка в составе Соединенных Штатов, Советского Союза и Французской Республики распалась по причине, а БЭВ сидели на трубе, БЭВ упали. Нет новых подвигов у реакторостроителей как французских, так и американских. Конечно, можно считать большим успехом то, что французским атомчикам удалось запустить атомную электростанцию Олкил в Финляндии, строилась она совсем недолго, с 2006 года по 2023 включительно, но вряд ли это можно считать каким-то большим достижением. Совсем недавно свою статистику предложил нашему вниманию генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Из 25 атомных электростанций, строящихся за рубежом, то есть компания зарегистрирована в одной стране, но строят не у себя за границей, 25 атомных энергоблоков, из них 22 строят Росатом. Понятно, что по количеству строящихся электростанций на собственных технологиях, на собственной территории лидирует Китай. И кроме того, отметилась еще и Южная Корея, сумевшая запустить в атомную электростанцию Барака, тоже с опозданиями, но тем не менее построили, да, не без проблем, но для них это был дебют на международной арене, так скажем, компания южнокорейская, очень легко запоминается, Korean Energy Power Company, кепка. Сможет ли она строить где-то еще, сказать сложно, потому что в результате той политики, которую проводила предыдущая правительство Южной Кореи, остановившая строительство всех атомных энергоблоков у себя в стране, над компанией кепка нависает козырек многомиллиардного долга, выпутается она из этой ситуации или нет, сказать сложно. Поэтому упор представители МЭА, а МЭА это, напомню, страны, где нефть и газ не добываются, есть организация под названием ОПЕК, есть Федерация стран экспортеров газа, а это вот такая федерация стран, которые газ и нефть импортируют, но там в числе прочих есть примкнувшие к ним Соединенные Штаты и Норвегия. Вот они считают, что заниматься необходимо развитием того, что они относят к зеленой энергетике. К зеленой энергетике они относятся исключительно к солнечной и ветряной электростанции. К гидроэлектростанции не относятся, причина достаточно тривиальная, гидропотенциал Европы используется процентов на 80, там просто физически больше негде строить крупные гидроэлектростанции, а тем более, что обустройство крупных водохранилищ при той стоимости на землю, которая в Европе есть, но уж тем более нерентабельно. То есть то, что они делать могут, они считают, что этим должен заниматься весь остальной мир. Как реагирует остальной мир, я только что процитировал. Почему Индия ведет себя так, а не иначе? Полуторамиллиардное население, если говорить о целях устоящего развития, которые были разработаны и приняты Генеральной Ассамблеей Академии Объединения... Господи, Генеральная Ассамблея ООН в 2015 году, то пункт 7, в числе в этом перечне цели устоящего развития, доступ к качественной недорогой электроэнергии. Доступ к электроэнергии, которая вырабатывается на ветре, зависит от погоды. Доступ к электрической энергии, вырабатываемой на солнечных электростанциях, зависит не только от погоды, но еще и от времени суток. Отсутствие возможности получать электроэнергию 24 часа в сутки, это отсутствие возможности развивать у себя целый ряд отраслей промышленности. Металлургическую, химическую, постоянного цикла производства требуют цемент, бумага, керамика и так далее. То есть, если у вас нет крупной емкой энергосистемы, имеющей в числе прочих объектов генерации те, которые от погоды не зависят, у вас этих отраслей не будет. Устраивает ли это те страны, которые занесены в категорию развивающихся? Как ни странно, нет. Даже африканские страны, где развит такой вид туризма, как сафари, понимают, что турист, который к ним приедет и утром попросит чашечку кофе, в ответ на замечание, что, знаешь, солнца нет, поэтому попей холодной воды из речки, вряд ли второй раз приедет. Говорить о том, что можно перевести всю экономику на электрическую энергию, вырабатываемую исключительно на солнечных ветряных электростанциях, можно, если оторваться от действительности. В России за развитие нашей единой энергосистемы отвечает системный оператор, предыдущее название Центральное диспетчерское управление, которое, разумеется, внимательно следит за тем, как идет развитие энергосистем во всех окрестных странах. Интересно набраться чужого опыта, не совершить чужих ошибок. Их цифровые модели показывают, что при объеме производства на солнечных ветряных электростанциях, превышающем 13% в общем балансе, расходы на строительство линий электропередач и электросетевое хозяйство вырастают по экспоненте. Причина понятна. Но если мы говорим о Европе, вот в Португалии солнце хорошее, в Финляндии небо хмурится, надо уметь перекинуть электроэнергию солнечных электростанций Португалии куда-то там под Хельсинки. Для этого нужно иметь возможность. Для того, чтобы иметь такую возможность, либо кабель, либо линия электропередач через всю Европу. Ну и так далее. Если здесь кто-то выпал по той причине, что стих ветер, значит откуда-то электроэнергия должна прийти. Идти на такие расходы, развивающим странам, у которых других проблем не хватает, мы же говорим про устойчивое развитие, всеми любимое, но почему-то постоянно искажаемое. Пункт один в этом перечне – борьба с нищетой. Если у тебя ни разу стоите в отрасли промышленности, которую я уже перечислял, значит у тебя нет рабочих мест, значит с нищетой ты бороться не способен. Для того, чтобы хоть как-то замедлить вот эту тенденцию, что развивающиеся страны хотят электроэнергию не ту, которую Европа считает экологически чистой, а та, которая есть 24 часа в сутки, 365 дней в году, было вроде бы как запланировано создание некого фонда, откуда собирались компенсировать развивающимся странам расходы на зеленую энергетику. Но как-то вот не складывается сложить туда деньги, деньги необходимы господину Зеленскому, поэтому сейчас недоразвивающиеся страны все направляем туда. Так что говорить о том, что вот к этой тенденции подтянутся все страны, ну то, что у МЭА собственный глобус планеты, на котором отсутствует Юго-Восточная Азия, на котором отсутствует Южная Америка, на котором нет никаких следов от Африки, вот это для них весь мир. Они еще и Россию норовятся этой карты стереть, чтобы вот Европа, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, все остальные свободны, но там места много, еще можем Японию зачислить, весь мир. Так что вот эти пожелания, эти размышления МЭА, кроме улыбок, не вызывают, собственно говоря, уже ничего. Настолько все это уже очевидно, что происходит. Понятно, что цели были коммерческие. В 2009 году в Европейском Союзе была в Европейской комиссии приняты директивы ОВИА. Директивы — это те документы Европейского Союза, которые уже никто не обсуждает, они обязательно к выполнению для правительства всех стран, входящих в это объединение. Вот там были придуманы преференционные режимы для солнечных ветряных электростанций. То есть, если речь идет об одногобирже, то первыми на торги выставляется электроэнергия, которую вырабатывают вот эти типы электростанций, все остальные потом. Это преференционные налоговые льготы, это возможность брать подешевле кредит и так далее. На что мы настраивались? На тот момент, когда принималась эта директива, по уровню освоения технологий солнечных ветряных электростанций, по их качеству, их КПД, европейские компании шли впереди всех. То есть, идея была до предела простой, ни про какую охрану природы, глобальное потепление, экологию, никаких мыслей нет. Мы навязываем всем необходимость строить солнечные ветряные электростанции, поскольку мы их производим лучше всех, мы обеспечиваем себе сбыт нашей продукции, увеличиваем объемы производства, получаем новые рабочие места, мы молодцы. Казалось, в 2009 году. Сейчас выяснилось, что бороться с солнечными электростанциями, которые производят, с оборудованием для солнечных электростанций, которые производят в Китае, невозможно. Если полистаете новостью последних дней, то одно фабрики, заводы, выпускавшие солнечные панели, в Европе закрывается одна с другой. Невозможно с этим бороться, потому что такой подход у Китая. У него есть куда масштабироваться. Если смотреть количество солнечных ветряных электростанций в Китае, то, собственно говоря, их за год устанавливается столько, сколько на всей остальной планете. При этом гигантскими темпами в Китае развивается и угольная отрасль. То есть Китай не собирается отказываться от традиционной генерации по установленной мощности. Да, конечно же, впереди солнечные ветряные электростанции. Мы с восторгом отметили, что мощность солнечных ветряных электростанций в Китае стала больше, чем установленная мощность угольных электростанций. Надо хлопать в ладоши, но коэффициент использования установленной мощности на солнечных ветряных электростанциях в лучшем случае 20%, а угольных электростанций под 60%. Ну, вот поведение Китая. Поведение Европы другое. Разорвав все торговые связи с Россией, ну, практически все, делают все, что могут, чтобы отказаться от всего, что только можно, в новый пакет санкций в Республике Прибалтики и Польши намерены включить еще и российские СПГ, отказались от морских поставок нефти, нефтепродуктов и так далее, и так далее. Ну, и, разумеется, уже не требуется столько электроэнергии, не требуется столько газа, как это было совсем недавно, потому что просто закрывается одно производственное предприятие за другим. Из Европы уходят металлургические компании, из Европы уходят автомобильные компании и так далее, и так далее. Закрываются заводы, которые производили азотное удобрение, оно производится на основании природного газа. Спрос на газ падает, Европа становится все зеленее. Но вопрос, можно ли жить только за счет зеленой генерации, да, конечно, можно. Для этого нужно закрыть крупную промышленность, удобнее всего отказаться от сельского хозяйства, чтобы они вот тут со своими тракторами по Париже не шастали, и наступает благодать. Опять же, как показывает опыт человеческой цивилизации, спрос на природный газ на кладбищах, в крематуриях, в местах захоронений равен нулю. Так что всего можно добиться. Главное, поставить себе цель и двигаться вперед. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на геоэнергетика.инфо в Дзене, в Телеграме, на Ютубе. Все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленном комментарии. Там будут также реквизиты для желающих финансово помочь нашему проекту в условиях лишения монетизации на Ютубе. Спасибо. До новых встреч. Не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Это тоже поддержка нашему проекту. Всем спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»